Наталья Коган получила квартиру в этом доме еще в 80-х. Как и большинство владельцев жилья, поначалу не верила в эффективность программы капремонта. Сейчас ее мнение изменилось. Капремонт у нас в 42-м, 43-м намечается. Естественно, до этого лифты наши остановятся. Из Краснодара позвонили, что это будет в счет платежей капремонта. Увидели людей, что надо платить, и тогда будут у нас лифты. Сейчас стали платить люди. Видят, что здесь делают нам замену лифтов, стали платить люди. Замена лифтов в многоквартирных домах – отдельное направление деятельности фонда «Капитальный ремонт». Подъемное оборудование в высотках катастрофически устарело по всей стране. Информация о ЧП с лифтами появляется с регулярностью. В прошлом году в Сочи в микрорайоне Бытха лифт едва не рухнул с двумя детьми. Последний случай произошел два месяца назад. На севере Москвы шесть человек упали в грузовом лифте при спуске с 19 этажа. Только в Сочи, по данным мэрии, необходимо срочно заменить 70 лифтов. А в целом по краю подъемных устройств, у которых вышел эксплуатационный срок, около тысячи штук. Фондом капитального ремонта все-таки предусмотрено выделение в отдельный этап тех мероприятий по замене лифтов, которые необходимо выполнить на сегодняшний день. Потому что ситуация в целом, не только по городу Сочи, но и по Краснодарскому краю, она оставляет желать лучшего. Поэтому я думаю, что замена лифтов на сегодняшний день, она уже примет, скажем так, системный характер. В Сочи в первом квартале в жилых домах будет заменено 26 подъемников. Впрочем, жильцы сами могут определить, что именно. Лифты, коммуникации или кровля нуждаются в срочном ремонте. К примеру, в этой пятиэтажке в микрорайоне Голубые Дали в аварийном состоянии было энергооборудование. Ситок был очень в ужасном состоянии. Весь ржавый, весь облезший никакой. Вот сейчас, конечно, заменили провода. Эти все вот это все заменили. Теперь, говорят жильцы, совсем другое дело. Напряжение стало стабильным, а счета за электроэнергию уменьшились. В подъездах и на улице появились экономичные приборы освещения. А так выглядит энергооборудование в соседней пятиэтажке. Как быстро начнется здесь ремонт, зависит от самих жильцов. Фонд капитального ремонта выделяет средства в первую очередь тем домам, где добросовестно платят взносы. В 2018-м в Сочи по федеральному проекту будут проведены работы более чем в 130 многоквартирных домах.